Я бы хотела рассказать про новое в терапии диффузной B-крупноклеточной лимфомы, что нам принесли эти последние два года. Во-первых, все больше данных показывают нам, насколько гетерогенная группа B-клеточных лимфом, насколько их генетический такой ландшафт влияет на клинику, как разнородность генетических каких-то изменений влияет на разнородность клинической картины. Здесь вот на данном слайде мы можем заметить, что пятилетняя выживаемость у пациентов со стандартной терапией первой линии ЧОП с ретуксимабом варьирует от 27% до 84%. И у этого есть, конечно, какие-то подоплеки именно в этиологии этого заболевания. На данном слайде эти графики хорошо показывают в принципе биологию опухоли. Так, например, то, что кривые Каплана-Майера без прогрессивной выживаемости и общей выживаемости находятся почти параллельно, говорит о том, что прогрессирование заболевания, как правило, к сожалению, приводит к окончанию заболевания в принципе. То есть выживаемость общая тоже видоизменяется. И то, что кривая от времени прогрессирования до общей выживаемости они расходятся, говорит о том, что время до прогрессирования не коррелирует с общей выживаемостью. Из этого можно сделать вывод, что средний возраст пациента 65 лет и не обязательно он погибнет от Б-клеточной лимфомы. Что же произошло, какие изменения есть в первой линии терапии? Во-первых, в 2022 году вышло исследование Polarex, которое исследовало добавление полтузумаба вместо венкристина в первую линию терапии. Критерии включения вы можете увидеть на слайде. Замечательным было то, что они брали пациентов с IP от 2 до 5. Это была первая линия, то есть прежде нелеченные пациенты. И также была стратификация по факторам, которые также можете видеть на слайде. Лечение стандартное, 6 курсов химиотерапии, затем оценка по ПЭТ-КТ и затем еще было добавление ретоксимаба в качестве 7-8 курса. И исследователи доказали преимущество добавления полтузумаба видотина как в двухлетней безрецидивной выживаемости. Мы видим, что добавление полтузумаба прибавило 6,5% к безрецидивной выживаемости. Это не было доказано в общей выживаемости, но для диффузной б-крупноклеточной лимфомы беспрогрессивная выживаемость тоже очень важна. В подгрупповом анализе мы увидим, кто из пациентов получает наибольшее преимущество лечением полтузумаба. Во-первых, это пациенты старше 60 лет и уже сейчас ведутся исследования, которые исследуют именно добавление полтузумаба у пациентов старше 70-80 лет. Это исследование PolarBR, оно завершило набор пациентов в феврале этого года и мы ждем его результатов. На конгрессе ЕХА был представлен абстракт этого исследования, где они показали сравнение токсичности этих двух режимов и токсичность была сопоставима. Во-вторых, преимущество также получают пациенты с IP-скор от 3 до 5. Это также может говорить о том, что пациенты с большим распространением, с большим риском рецидива получают преимущество от добавления полтузумаба. Также на этом форестплоте мы можем увидеть, что отсутствие большого какого-то конгломерата, то есть у исследователей это 7,5 см показало тоже большее преимущество. И пациенты с подтипом non-GCB, то есть ABC, получают также преимущество. И это тоже в плюс говорит полтузумаба, так как эти пациенты, как мы знаем, у этих пациентов худший прогноз по сравнению с другими подтипами B-клеточной лимфомы. И на этом же сфокусировались другие исследователи, они оценили влияние подтипа B-клеточной лимфомы, то есть GCB или non-GCB или ABC, на других исследованиях в том числе. И они точно также заметили такую корреляцию, что у пациентов с non-GCB лимфомами полтузумаб добавляет преимущество в общей выживаемости, здесь мы видим беспрогрессивную выживаемость, так и в частоте ответа. Токсичность полтузумаба вполне была сопоставима со стандартом лечения. На первое место выходят такие осложнения, как фибрильная нетропения, и здесь мы видим различия между группами. В подгруппе полтузумаба частота фибрильной нетропения была больше, чем в стандартном лечении. Но исследователи говорят, что частота инфекции 3-4 степени была почти что сопоставима в обоих группах. Периферическая нейропатия не отличалась сильно значимо между этих двух групп. Здесь мы также увидим, что в принципе нетропения была частым осложнением, аномия была частым осложнением и другие, которые здесь в общем-то можно и увидеть. В первой линии точно так же важно оценить, насколько часто может поражаться ЦНС, какой риск поражения ЦНС и необходима ли профилактика ее поражения. Последние исследования точно так же отвечают нам на эти вопросы. Так, например, имеет ли смысл проводить постоянные люмбальные пункции с введением профилактическим метатриксата, либо циторобина интертыкально. На этот вопрос попытались ответить исследователи, которые выпустили свою работу в 2020 году. Это большой систематический обзор 14 исследований, который включил 7357 пациентов. Они нашли, что медианы рецидива именно в ЦНС – это 10 месяцев. Из них 73% – это изолированные рецидивы ЦНС. И из них 58% – это изолированное поражение вещества головного мозга. 27% – поражение спинномозговых оболочек. И 12% – это и то, и то. Но по их данным, интертыкальная профилактика не снизила риск рецидивов ЦНС. То есть введение метатриксата или либо циторобина, по их данным, как-то не уменьшило риск рецидива. Они, конечно же, тоже уточняют то, что их данные могут быть неполными, потому что исследования все очень разнородные. Частота выявления этих случаев редка довольно. Но все же данные на 7000 пациентов именно такие. Следующим одним из методов профилактики поражения рецидива ЦНС – это высокодозный метатриксат. Исследование, которое вышло буквально в октябре 2023 года, оценило влияние высокодозного метатриксата на частоту рецидива ЦНС у почти с половиной тысяч пациентов. Нужно отметить, что в этом исследовании 50% пациентов были без адекватной диагностики поражения ЦНС в принципе. То есть мы не можем сказать точно, было ли поражение головного мозга либо спинномозговых оболочек в дебюте. Но по их данным, пятилетний риск рецидива в ЦНС на общую, то есть общий пятилетний риск рецидива в ЦНС имел какую-то статистическую значимость. При этом, при этих цифрах абсолютное снижение риска составило 1,6%. Из этого можно понять, что количество пациентов, которым необходимо провести профилактику поражения ЦНС с высокодозным метатриксатом, чтобы профилактировать одно поражение, это 63 пациента. То есть для того, чтобы профилактировать один рецидив ЦНС, нужно прилечить 63 пациента. И в дальнейшем у когорты пациентов, которые добились полного ответа после окончания уже терапии, эта статистическая значимость потерялась, и пятилетний риск рецидива уже каких-то статистических значений нам не показывает. В подгрупповом анализе исследователи также оценили, может быть, кто-то имеет большее преимущество профилактики поражения ЦНС, чем другой. И это оказались пациенты с ЦНС-АйПи 4 балла, и пациенты с... Тут немножко съехало. Пациенты с high-grade лимфомой. Ну, там вот мы можем здесь увидеть. Кликер, не работает указка. Что пациенты с high-grade лимфомой тоже получают преимущество, и мы, в общем-то, это и видим в клинической практике, что ЦНС-АйПи сильно имеет значимость и высокая агрессивность лимфомы. Таким образом, из этого исследования тоже можно сделать вывод, что не нужно вот так с плеча рубить и говорить, что всем никому не нужна профилактика. Каким-то пациентам, естественно, она нужна. Тогда возникает вопрос, как ее проводить. Выходило исследование, которое как раз-таки сравнивало интеркалированное введение высокодозного метатриксата, то есть между проведениями курса РЧОП, либо уже в конце, после завершения терапии целиком. Значимости какой-то статистически значимой разницы между риском рецидивов в этих двух подгруппах не обнаружено. Точно так же исследователи отмечают, что среди пациентов, которые получили высокодозный метатриксат с высоким риском поражения ЦНС, риск рецидива составил 9,1%. И это сопоставимо с пациентами высокого риска из общей популяции, которые профилактику не получают. То есть из этого исследования мы тоже задаемся вопросом, а всем ли нужна профилактика. Но и в то же время, если разницы между тем проводить профилактику во время курса химиотерапии, либо после мы не видим, то данные говорят о том, что если проводить высокодозный метатриксат во время лечебного курса химиотерапии, задержка химиотерапии больше 7 дней в группе, когда она проводилась между циклами, составила 19,6%. И в то же время мы видим, что беспрогрессивная выживаемость у пациентов с задержкой такой химиотерапии была ниже, чем у пациентов без задержки. И тенденции мы видим к снижению общей выживаемости тоже. Из этого мы делаем вывод, что если проводить профилактику поражения ЦНС высокодозным метатриксатом, то лучше это делать в конце лечебного курса, а не между курсами. Сейчас я бы хотела поговорить о рецидиве и рефрактерном течении ДБКЛ. На данном слайде мы видим, что в принципе, к сожалению, очень много пациентов, у очень многих пациентов рефрактерная химиотерапия течения, либо рецидив возникает меньше, чем 12 месяцев после окончания химиотерапии. И сейчас парадигма в лечении второй линии немножко сдвинулась с появлением карте-терапии. Теперь ключевым таким маркером является, когда случился рецидив, прошло больше одного года или меньше одного года. Если меньше одного года, то таким пациентам рекомендуется карте-терапия. Если больше одного года, то мы уже смотрим, подходит ли пациент под аутологичную трансплантацию. Ну и затем уже думаем, что делать со второй линией терапии. Если у пациента рецидив случился меньше одного года, либо это рефрактерная химиотерапия и лечение, то мы говорим, что эта опухоль, скорее всего, химиорезистентна, и поэтому ему будет лучше предложить карте-терапию. Выходят точно так же все новые данные использования карте-терапии. Здесь мы видим на слайде, в принципе, существующие сейчас препараты карте-терапии и их основные исследования. ЗУМА-7, это Акзицелл, Трансформ, это Ализацелл. На основании вот этих двух исследований они уже одобрены FDA и ЭМА для лечения пациентов во второй линии диффузной бэкрупноклеточной лимфомы. Недавно вышедший апдейт ЗУМА-7 исследования, который изучает Акзицелл, уже с медиан наблюдения 47 месяцев, мы видим, что Акзицелл медиан общей выживаемости не достиг, а контрольная группа медиан общей выживаемости составила 31 месяцев. И четырехлетнюю общую выживаемость, мы также можем увидеть, это хорошие статистически значимые показатели. Но, к сожалению, нам эти препараты недоступны, и эти исследования для нас больше как такой справочный материал эффективности карты терапии в принципе. Поэтому недавно вышедшее исследование, ретроспективное исследование, которое говорит о том, что делать с частичным ответом после второй линии химиотерапии. Оно сказало нам о том, что если пациент после второй линии химиотерапии достиг частичного ответа, его безрецидивная выживаемость не отличается от того, предложена будет пациенту аутологичная трансплантация либо карты терапии. То есть разницы в беспрогрессивной выживаемости у пациентов, получающих аутологичную трансплантацию липокартетерапию с частичным ответом на вторую линию химиотерапии – нет. Даже по результатам этого исследования мы видим, что частота рецидива больше в карте терапии, чем в аутологичной трансплантации, и в некоторых подгруппах пациентов даже общая выживаемость была выше у пациентов с аутологичной трансплантацией. Здесь мы это тоже можем увидеть на кривых Каплана Майера. Это, возможно, связано с тем, что смертность не от рецидива, от каких-то других причин у пациентов с карты терапии выше, чем у пациентов с аутологичной трансплантацией. А у меня на этом все. Спасибо.